На состоявшемся заседании постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам в повестке заседания были включены три вопроса. Если по двум из них касательно информации счетной палаты Артемовского городского округа о результатах контрольных мероприятий, проверке законности, обоснованности и эффективности использования бюджетных средств на содержание финансового управления администрации АГО и о ходе исполнения бюджета АГО вопросов не возникло, и они были приняты депутатами единогласно и внесены на рассмотрение на очередном заседании Думы АГО, то по вопросу проверки счетной палаты финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Мостовского ЖКХ у депутатов возникли обоснованные претензии. На заседании комиссии присутствовала председатель счетной палаты АГО Елена Курьина. Она доложила депутатам о выявленных нарушениях при проверке деятельности руководства Мостовского ЖКХ. Касательно необоснованно высоких премиальных выплат работников данного предприятия, а также приобретения угля за наличный расчет на сумму 410 тысяч рублей для Мостовской котельной без заключения муниципального контракта. В положении премирования работников не указано за выходное разрешение поощрения работников. Написано, что ссылка идет на то, что предельными размерами премии не ограничиваются. Было установлено нарушение законодательства при осуществлении кассовых операций. Значит, нарушение указаний банка 3210, которые были установлены в 2014 году, по расходным ордерам выдавали лично-денежные средства, бесписненные заявления под отчетных лиц. Кроме того, директору предприятия Виалкову, накрученный список лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств из кассы предприятия, в общей сумме 262 тысячи рублей. Счетная палата выявила нарушение при заполнении товарно-транспортных накладных на расход горючего, а также при заполнении путевых листов для работников предприятия «Мостовское ЖКХ». Были нарушения приказа Минтранса России. При выборочной проверке было установлено, что путевые листы заполняются ненадлежащим образом. Отсутствовали обязательные реквизиты. Дата месяц в год при рейсовой и приуслении рейсов медицинского осмотра водителя, когда заезжает транспортный лист на постоянную стоянку. С обратной стороны путевых листов отсутствуют подписи лица, которые пользуются автомобилем. Бухгалтерам приняты путевые листы без заполнения обязательных реквизитов, которые являются нарушением 402 ФСЗ. И произведено списание ГСМ в количестве 482 литра на сумме 17 тысяч рублей. Были установлены расхождения посолом на численно заработной платы. В июне 2017 года была проведена корректурировка заработной платы. По контрактной системе инспекторами было установлено, что нарушались требования статьи 17, часть 9. Получается, не были размещены планы графики. Он размещен на 6 дней позже установленного срока. В нарушении требований статьи 15, части 15, статьи 21, план график предприятия на 17 год был утвержден приказом 9 января, размещен на 10 дней позже установленного срока. В соответствии с частью 1, статьи 103, было нарушение установлено. В реестре контрактов отсутствует муниципальный контракт заключенный с Мариловым на поставку угля 20 декабря 2017 года, номер 3. И согласно части 8, статьи 103, контракты, информация которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате. Следовательно, предприятиям неправомерно произведена оплата за поставку угля в сумме 410 тысяч рублей по муниципальному контракту от 20 декабря 2017 года. В нарушении части 7, закон 44 ФСЗ, предприятиям не соблюден принцип открытости и прозрачности. На проверку установлено, что предприятиям не вся документация о закупках размещена на официальном сайте, следовательно, недоступна для ознакомления любыми заинтересованными лицами. Расходы произведены необоснованно. Так, в общей сумме... Сейчас, по карточке... В общей сумме... Нарушение выявлено, имеющее сумма выражение на 3 миллиона 912 тысяч рублей. Процедурное нарушение 7 случаев. Непровождены расходы на страхование на транспортный средств в 16-м году в общей сумме 13,7 тысячи рублей. В качестве обоснования в счетной палаты были представлены документы. Транспортные накладные ИП «Исмаилов» за 17-й год. Удострение о качестве угля от 12 марта 2017 года. И факт поставки угля в 17-м году в МОК «Мостовское ЖКХ» от ИП «Исмаилов» марки ДГР 0300 Талдинского угольного разреза в количестве 475,3 тонны на сумму 1 328,96 тысяч рублей не подтверждается. Без заполнения обязательных реквизитов в путевых листах, которые являются первичными документами в списании ГСН, признанным суммой 17 тысяч рублей. Нарушение требований статьи 23 Федерального закона 161 КВЗ в государственных и муниципальных ментарных предприятиях при осуществлении сделки по приобретению трактора «Велороссия» отсутствует согласие комитета по управлению муниципальным имуществом. На основании постановления администрации от 29 февраля 2016 года и от 27 марта 2017 года, а также договоров о предоставлении муниципальной гарантии от 17 марта 2016 года и от 17 апреля 2017 года предприятие предоставлено муниципальной гарантии. В 2016 году в сумме 2,5 миллиона рублей и в 2017 году в сумме 3,515,000 рублей. Проверка установлена, что в 2017 году предприятиям дополнительно осуществляла закупка каменного угля за счет денежных средств предприятий УПС-майор на сумму 1,328,000 рублей. При этом задолженность по выдам администрации муниципальным гарантиям с правом регрессного требования в сумме 1,698,000 была не погашена. На заседание комиссии было приглашено руководство МУП Мостовского ЖКХ, в том числе его бывший директор Михаил Вялков и главный бухгалтер. Но сколько-нибудь вразумительных ответов на вопросы депутатов по фактам финансовых нарушений, выявленных счетной палатой, они так и не смогли. Какие нарушения можно? В ходе проверки, вопросы, тоже почему у вас вообще только считают... С 44-го законного вопроса не ко мне, руководителю, я не занимаюсь 44-го законного. А вас кто занимается приказом, кто уформит? На данный период или на проверяемый? Вообще на проверяемый период никто не был оформлен. У нас было юристов, он не... Законодатель современный говорит о том, что все эти операции должен делать человек, который имеет специальные... Вы понимаете, что ваша ответственность лежит в финансовом? Вы же все подписываете к директору и вы подписываете. Бухгалтер, директор приказал... Я понимаю, касательно оплаты и документации, у меня были накладные, то есть, что поставка выизведена. У меня было подтверждение под отчетом лица, что был принят данный уголь. Сейчас мы про нарушение 44-го федерального закона говорим. Теория есть теория, а это практика, когда следишь на эти госзакупки и начинаешь в них работать, и начинает выясняться, что это невозможно сделать или это невозможно сделать, и начинаем звонить в техподдержке, туда-сюда. Это ваша работа. Это наша работа, да. Мы спрашиваем, почему нарушение прошло? Скажите нам это все. Вы сейчас начинаете объяснять, что 44-й секунду он не совершенствует. Мы это сами знаем. Я вам объясняю, что это не прошло, что по размещению по обознанию включения графика. Из-за этого. Из-за технических сложностей. У нас в принципе уже подписано, но все нет. А в чем она заключается? Я вас как директор, вы сегодня исполняете обязанности директора. Чем занимается зам директора? Вопросами... Чем какими? В данный момент пока эксплуатация и котельная. У нас главный инженер есть. А пока его получается нет у вас? Зачем вводим на штатное расписание должность зам, когда можно принять главного инженера? Главный инженер исполняет обязанности директора? Я вас не спрашиваю или нет? Потому что пока я исполняю обязанности директора, получил... вот именно по закупкам вот этой... Вот я понимаю, вы главный инженер, все производство на вас. Да. Если бы не было главного инженера, введите должность зам директора и переложите его все производство на зам директора. У вас есть свободные финансы, чтобы вводить штатное расписание? Светлана Александровна, у меня вопрос к вам. Ярослав не может ответить, Виталий. Скажите, пожалуйста, вы-то чем руководствовались, подписывая штатное расписание? Депутат Владимир Арсенов задал вопрос к руководству МОСТовского ЖКХ по необоснованно высоким премиям сотрудников предприятий, на что ни главный бухгалтер, ни исполняющий обязанности директора МУП ЖКХ МОСТовского, также не смогли дать вразумительных ответов. Нет, у вас на ставку принят человек 0,5. Правильно? 0,5 там, на пол ставки там написано. 0,5 ставки. Премиум нужно получать, даже я не знаю, 25 процентов. Ну, нет. У вас не ограничено разметение в ценах. Как не ограничено? В наше положение попасть туда не ограничено максимальное разметение. В наше положение не прописано 25 процентов. Это могут затраты сколько угодно увеличивать. Так я зарплату могу поставить? Максимально. Я сейчас могу поставить заработную плату. Зачем тогда штатное расписание у жителей утверждает? Я поставлю сейчас заработную минимально 12 тысяч. И 340 процентов буду накручивать премиальных на эти. Может на тысячу? Ну. Кто меня ограничит это все? Директору да бухгалтеру, например, на этом дело? Директору и бухгалтеру вообще не получают премию. Так как предприятие... Я еще раз говорю. У вас написано бухгалтер. Я же не говорю, что главный бухгалтер не называет. Я сейчас объясню. Вы выплачиваете такие премии. И не обоснованно. Я всегда говорю своим рабочим у себя на предприятиях. Я говорю, вернее, бухгалтерам. Ребята, они нас кормят. Мы водителю должны заплатить сначала. Не будет их, не будет нас. И получается тоже так же. Люди, имея высшее образование, получают на уровне там рабочего, как ты говорил. А вы, люди, это вообще непонятно как. Мне Светлана Александровна тоже этот вопрос к вам. Если вы можете ответить, как вы контролируете его. Может так получиться, что коллективная ответственность, а точнее коллективная безответственность и полная анархия, царившая в руководстве мостовского ЖКХ, в скором времени может превратить сотрудников, покрывающих друг друга и закрывающих глаза на явные нарушения закона, в подельников по одному уголовному делу. Г 2012 Продолжение следует...